В нашей программе в поддержку семьи Алексея Баталова народная артистка России Татьяна Догилева. Татьяна Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы нашли время, пришли и поделитесь своими ощущениями, воспоминаниями. Интересно, что первый фильм, в котором вы снимались, он называется «Поздняя встреча». Это первый фильм вместе с Алексеем Баталовым. Что запомнилось от той ранней-поздней встречи? Поздняя встреча – это про них. Он поздно встретил какую-то чудесную женщину в Петербурге, которую Лариса Лупяна играла. А он был вот такой провинциальный инженер из Свердловска. Тогда называлось это Свердловск. И я помню, у них была огромная проблема, потому что очень было трудно сделать из Алексея Владимировича незаметного провинциального инженера. Потому что режиссер тоже все время говорил, почему он опять красивый. А художник по качеству ему кричал, что ничего не могу с ним сделать. Я ему надела самый дешевый плащ, пошитый на какой-то местной швейной фабрике. Что я сделаю? Он поднимает плащ, и опять француз. И, в общем, это было абсолютно... Алексей Владимирович, он был знаком с режиссером и, видимо, со всеми. Или он так себя вел, что он со всеми старый друг, понимаете? Вот старый друг семьи всех. Вот у него была такая манера общаться с людьми, или он их сразу в друзей как-то записывал, близких, потому что одно дело делали. Короче, и вокруг него было огромное такое облако обожание. И я приехала такая, достаточно сумрачная, потому что я ждала подвоха. И вот меня посадили на грим, это тоже опасное место. И вдруг заходит с зеркала, и появляется Алексей Владимирович и говорит, «Ой, молодая артистка приехала! Прелесть-то какая! Почему? Как?» И он действительно так был рад и счастлив, что я приехала. То есть это искренняя была реакция и, можно сказать, крещение Алексеем Баталовым в кино. Михаил, я не знаю, я рассказываю, как было. Вот он увидел и сказал, «Ой, молодая артистка, как раз счастье-то какое!» И все, и дальше как-то он придерживался того, что я счастье. Я не знаю, почему. Но это счастье его, то, что он почувствовал, подтолкнуло и убедило вас в выборе профессии. Нет, ну, наверное, конечно, это очень было... В каком выборе профессии? Я уже и так актриса была. Актриса? Но вы же сказали, что с кино были сложные отношения. Но он сказал, прелесть какая, наверное, вселил силы. Невероятной доброты человек. Вот он, видно, сразу все считывал, что, конечно, она сейчас будет в ужасе и страхе. И, видимо, он сразу стал со мной, как будто тоже мы знакомы с ним сто лет. Вот абсолютно. Он вел себя, как будто мы старые-старые знакомые, все друг о друге знаем. Это потрясающе. Вообще, надо сказать, что вот то поколение, оно было невероятно лояльно к молодым. И как-то они тебя сразу как с товарищем. И вот Алексей Владимирович этот, значит, всеобщий, обожаемый, значит, какое-то существо, поднебесное, небесное, понимаете. И вот он так со мной абсолютно по-свойски разговаривал и вел себя. Поехали пельмени есть. Он говорил, а там пельмени-то везде в Свердловске. В общем-то, это главная еда была тогда. Он говорил, нет, вот в этой гостинице самые лучшие пельмени, и мы ехали туда, ели пельмени. Ну, а потом мы играли, я плохо помню, как я играла, кроме вот того, что я должна сыграть все и сейчас. И он меня так отводил в сторону и говорит, послушай, я тебе дам совет. Говорил он мне. И я так. Он говорит, вот ты понимаешь, никогда не старайся сыграть свой лучший дубль. «Играй средний», он мне говорил. Вот видишь, как ты удивился, я тоже такое лицо сделала. «Играй средний», понимаешь, потому что вот ты будешь стараться сыграть лучший дубль. Сыграешь, а режиссер возьмет другой. Поэтому от нас же ничего не зависит. Поэтому играй средний. Я смотрела, Михаил, вот как ты на меня примерно, что говорит этот человек? Потому что в институте я была направлена на то, чтобы сыграть вот каждый раз, как в последний раз. Выкладываться каждый раз по максимуму. Сыграть и умереть на сцене. Что-то такое романтическое. Дальше мы с Алексеем Владимировичем не снимались, но мы с ним всегда пересекались. Интересно, при каких обстоятельствах? Ну, он, например, был ведущим, Михаил. Его часто приглашали ведущим на музыкальные вечера. Он, потому что был украшением любого вечера. Он к нему готовился, рассказывал, вел и пользовался, конечно, невероятным успехом. И дальше, уже когда мы встречались, он со мной так совершенно, вот как с старым знакомым. Как будто мы все время с ним общаемся. Он такой, привет, привет. Как сделать? Ну, то есть, нет, вот ты знаешь, как будто мы абсолютно не расставались и никогда не расстанемся. И я совершенно, так сказать, с ним на связи. Да, и возникало такое ощущение. А вот это его качество, потом у кого-то других вы наблюдали? Может быть, вы к себе сумели это перенять? Нет, нет, он такой. Это его вот исключительная индивидуальность? Да, да. Вот это его доброжелательность, интеллигентность. И он разговаривал так, как будто ты вот единственный, единственный. Он ведь так разговаривал с костюмерами, с костюмерами, с гримерами. И это было не поддельное дежурное, вот это, знаешь, ну, как ты вот это... Держишься. Нет, 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 он действительно погружался вот в какие-то... Вот было полное ощущение, что ему невероятно интересно твоя судьба, твоя жизнь, жизнь твоих детей, как складывается искусство в мире и в данном населенном пункте. Ну и плюс, конечно, у него юмор был какой-то совершенно прекрасный. Он какой-то был легкий, он ко всему так с иронией, с легкостью. Вот какая-то была чудесная, ведь он был очень образованный, очень умный и прием какой-то очень легкий человек. Вот очень много в нем было от его экранных образов, конечно. Или в экранных образах от него. Вот где первопричина, где основа? Ну, поскольку я сначала видела экранные образы, а потом Алексей Владимирович, ну, конечно, я видела, что в нем много от экранных образов. Ведь действительно часто ощущение артиста у нас складывается из экранного образа, и достаточно сложно разделить. Но вы сейчас сказали, что он соответствовал тем образом, которое мы видели на экранах. Да, для меня соответствовал абсолютно. Я не была его близкой подругой, и даже человек, который с ним много общается, я его видела иногда. Для меня он абсолютно совпадал. Но надо сказать, что вот эти экранные образы, они ведь очень много значат. Какой из экранных образов Баталова для вас, ну, наиболее выражающая его суть? Нет, у меня все сливаются в один. Вот добрый, интеллигентный, внимательный, печальный. Хорошие качества. Да. И, конечно... И так сказать, это же ведь не просто так, понимаешь, Михаил? Это вот сейчас мне говорят, мы выросли на ваших фильмах, и я не знаю, хорошо это или плохо. Это, да, прекрасная фраза. Но пусть... Нет, это же очень важно. Ты понимаешь, вот эти его образы, которые он создал, это же влияет на несколько поколений влияния, да? Это ведь очень много значит. Мы вообще, вот наши поколения, должны быть ему очень благодарны, потому что сейчас как-то вот принято это все разделять. Вы понимаете, огромное влияние эстетическое, умственное, поведенческое сформировано под влиянием этих образов. Да? Что надо быть вот именно добрым, умным, интеллигентным, честным и печальным. Вот хорошо бы, чтобы этот образ продолжал жить, продолжал влиять. Надо очень беречь имя Алексея Владимировича, потому что это действительно национальное достояние. Нельзя бросаться, обижать. Ну, этого просто не может быть. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Татьяна Догилева в программе «В поддержку семьи Алексея Баталова». Спасибо. Спасибо. Спасибо.